Всем привет, меня зовут Игорь Саченко, это сайт Саченко Без. Сегодня опять поговорим о жидкостях в Cinema 4D и сегодня конкретно поговорим о морфинге. Это может быть морфинг необязательной жидкости, в принципе любой субстанции. Создавать мы его будем с помощью Cinema 4D и плагина X-Particles. И для примера покажу вот такую вот анимацию, которую я сделал совсем недавно, буквально на днях, вот она была сделана с помощью этой технологии. То есть у нас жидкость принимает форму какого-то объекта, после чего теряет эту форму, опять принимает форму какого-то объекта и этот объект у нас растворяется. В принципе здесь нету ничего особенно сложного. По ходу работы с X-Particles в этом уроке мы научимся также работать с системой вопросов-ответов, questions and actions, вопросов и действий, которые встроены в X-Particles. Рассмотрим как она работает и почему именно X-Particles, почему не стандартные частицы, не стандартная система частиц, не в том, что X-Particles, ну, лично на мой взгляд, позволяет более как-то удобно, более интуитивно контролировать частицы, управлять частицами в ходе самой анимации, не прибегая к экспрессам. Ну, в принципе, вводная часть закончена, начнем практику. Итак, для начала создадим какую-то простую студию, это даже будет не студия, а пол и стена. Создадим их с помощью двух плейнов, развернем их относительно друг друга. где-то вот в таком варианте и немножко их, каждый из этих плейнов увеличим, пускай они у нас будут по метру каждый, по 10 метров, вернее, каждый по 1000 сантиметров. Так, и вот так вот их составим относительно друг друга и сразу переименуем. Это у нас будет background, а это будет bottom, вниз. После чего выделяем их, нажимаем в английской раскладке Alt-G и группируем в ноль объект, просто чтобы они в последующем не мешали нам работать. Это будет наша такая мини-студия. Итак, теперь добавим в нашу сцену систему частиц. Для этого заходим в X-Particles и добавляем System. Ну, как таковой у нас пока добавилась только верхняя иерархия системы, самой системы как таковой у нас нету. Поэтому нажимаем Add Basic Setup и вот у нас уже теперь есть готовые предустановки. У нас есть самое главное эмиттер, который будет испускать наши частицы. Мы его немножко приподнимем над сценой и развернем вот в такой вот плоскости, так как наши частицы должны будут падать вниз. Ну и можем сделать его не rectangle, а circle. То есть он у нас будет круглым. Так, давайте еще раз посмотрим, как он у нас. Чуть-чуть его еще сместим ближе к нашей задней стенке, к нашему background. Так, и давайте сразу сохраним сцену, чтобы нам потом не пришлось все начинать сначала. Вообще, конечно, чем чаще вы сохраняетесь во время работы над вашей сценой, тем лучше, потому что Cinema, как в принципе любое сложное приложение, иногда имеет привычку внезапно вылетать и потерять весь результат довольно обидно. Так, давайте проверим, работает ли наш эмиттер. Да, наш эмиттер работает, частицы падают, все прекрасно. Но, если мы вспомним анимацию, которую мы смотрели, то здесь поток нашей воды ударяется о пол и после этого уже продолжает движение. То есть первое, что нам надо сделать, это открыть нашу студию, выделить баттам и в списке xParticlesTags назначить нашему полу Tag Collider. То есть наш пол будет взаимодействовать с нашими частицами и не будет пропускать их сквозь себя. Так, посмотрим, что получилось. Да, все прекрасно. Частицы наши начинают двигаться обратно. Собственно, что нам теперь нужно? Теперь нам нужен какой-то объект, к которому наши частицы будут стремиться. Так, ну давайте в этом уроке мы не будем работать с какими-то сложными объектами. О них я в конце урока поговорю отдельно, какие могут вас ожидать препятствия при морфинге сложных объектов. А пока для примера мы просто возьмем куб и сферу. Поэтому давайте для начала возьмем сферу. К ней будут стремиться наши частицы. Давайте сделаем ее немножко поменьше. Так, ну это наверное уже совсем маленькая. Пускай она будет где-то 80 сантиметров в диаметре. Радиус у нее будет 40 сантиметров и подвинем ее примерно на тот же уровень по оси Z, на котором находится наш эмиттер. Ну и после чего ее немножко отодвинем от эмиттера. Все, наша сфера готова, она в сцене. Как теперь сказать нашим частицам, чтобы они двигались к нашей сфере. Для этого мы заходим в систем и открываем список модификаторов, модификаторов наших частиц. Среди вот этого всего великолепия нам нужен модификатор Cover Target. Cover Target, который отвечает за цели, к которым стремятся наши частицы. В данном случае у нас целью будет наша сфера, поэтому выделяем наш модификатор Cover Target и добавляем сферу в Target Object, целевой объект. Посмотрим, что теперь получается. Ну да, уже приблизительно, приблизительно то, что мы хотели. Вот наши частицы, они начинают двигаться к нашей сфере. Но опять же вернемся к нашему референсу. И здесь мы видим, что наши частицы сначала спокойно падают вниз, они достигают пола, а уже после этого они начинают трансформироваться в какой-то объект. Как этого достигнуть? Давайте еще раз сохранимся. Это достигается с помощью системы вопросов и действий, встроенной в X-Particles. То есть, если кто-то знаком с языками программирования, практически в каждом языке программирования, C, C++, C-Sharp, PHP, есть структура if-else. То есть, что делать, когда программа достигла определенных условий? И что программе нужно делать в противном случае? Система вопросов и действий напоминает что-то подобное. В вопросе вы задаете условия для частиц, и когда это условие выполняется, частицы, соответственно, совершают определенное действие. Либо это условие не выполняется, и частицы совершают обратное действие. Либо вы можете скомбинировать несколько условий вместе, и только при выполнении этих условий, либо одного из этих условий частицы будут выполнять то действие, которое вам необходимо. Итак, рассмотрим на практике, что мы сейчас, собственно, имеем. Выделяем пункт Question, давайте его переименуем. Это у нас будет Question 1 и Action 1, поскольку у нас в нашей сцене будет несколько условий и несколько экшенов для выполнения. Начнем с первого. Нам нужно, чтобы частицы, падающие вниз, сначала сталкивались с полом, а уже потом притягивались к нашей сфере. Для этого мы в списке параметров To Test, параметр для тестирования, параметры для сравнения. Открываем его и смотрим, что бы нам тут, собственно, могло пригодиться. Итак, вот у нас здесь есть такой целый подраздел, который посвящен коллизии, сталкиванию объектов. И здесь есть такой пункт Particle Collided. То есть X Particles сравнивает состояние частицы до и после. Если с частицей произошло столкновение, то выполняется какое-то действие. Если столкновение не произошло, то, соответственно, это действие не выполняется и частица ведется так, как она вела в самом старте анимации. Итак, мы выбрали Particle Collided. То есть после того, как наша частица столкнулась с полом, она должна выполнить какое-то действие. Это действие или несколько действий, может быть и такое, у нас занесены во вкладку Actions. По умолчанию нам предлагается Action 1. Собственно, оно нам и нужно и поэтому мы переходим к его настройке. Собственно, что нужно сделать наши частицы после столкновения. Итак, смотрим Action 1. Вот мы его выделили и видим здесь список Action Type. То есть это тип действий, которые наш X Particles предлагает по умолчанию. Открываем этот список и смотрим, что мы можем здесь изменить. Здесь такая большая группа контроля наших модификаторов и нам, соответственно, нужно менять настройки нашего Cover Target модификатора. Он у нас должен после соприкосновения наших частиц с полом, должен включиться и начать перетягивать частицы к нашей сфере. Итак, давайте посмотрим, как мы можем его настроить. Во-первых, нам нужно перейти в настройки нашего Cover Target модификатора и в режиме Mode, который у нас стоит, Independent, независимый, перевести его в Action Control. То есть указать системе X Particles, что этот модификатор будет подчиняться нашей системе вопросов и действий, Questions and Actions. Поскольку, если мы оставим его в независимом режиме, в режиме Independent, он будет действовать сразу, как только наши частицы начнут генерироваться эмиттер. Поэтому переводим его в Action Control и снимаем галочку Enabled. То есть на данный момент, на тот момент, когда у нас частицы начинают только выпускаться из эмиттера, он у нас выключен, он нам не нужен. Он должен включаться для частиц, для каждой частицы только после того, как она у нас соприкоснется с нашим объектом Button, с нашим полом. Поэтому теперь опять переходим в Action 1 и вот здесь уже переходим к настройке нашего Cover Target модификатора. В первую очередь нам надо указать объекту Action, с каким именно модификатором мы будем работать. Для этого мы берем наш модификатор Cover Target и перетягиваем его в соответствующее поле. Вот он у нас подключился к нашей системе. Будет ли, во-первых, этот модификатор действовать на наши частицы? У нас есть выбор Modifier Will Affect Particles, то есть будет действовать на частицы, и Modifier Won't, Will Not Affect Particles, то есть он не будет действовать на частицы. В нашем случае, соответственно, модификатор включится и будет действовать на нашу систему частиц. Далее мы ставим флажок Change Modifier Settings, то есть изменить настройки нашего модификатора. И прежде чем мы сможем приступить к каким-то другим настройкам, нам нужно указать целевой объект, то есть к чему будут притягиваться наши частицы. В данном случае это объект Сфера. Мы берем ее и перетягиваем на Target Object. Что нас еще интересует в настройках этого модификатора? Во-первых, нам обязательно нужно оставить включенным флажок Enable Modifier. То есть это будет означать, что после столкновения с землей для каждой частицы этот модификатор будет включаться и притягивать ее к сфере. Далее перейдем, собственно, к самим настройкам притяжения. У нас есть выбор, каким образом наши частицы будут притягиваться к сфере. Это Cover Fill, то есть они будут покрывать, либо заполнять, либо просто Target. То есть эти частицы будут просто реагировать на сферу, как на цель. Но они обязательно будут принимать ее форму. В данном случае нас интересует Modifier Type Cover Fill, поскольку мы хотим, чтобы частицы приняли форму нашей сферы. И в разделе Operations, где у нас выбрано All Polygons, мы можем уточнить, к каким именно полигонам и как именно частицы будут принимать форму сферы. Нас в данном случае интересуют не все полигоны, а только видимые. Те полигоны, которые мы видим, Using Normals, поскольку ко внутренней части нашей сферы наши частицы, в принципе, приставать не должны. Нас интересует только, чтобы они принимали ее внешнюю форму, внешнюю оболочку. Acuteness of Turn, это, собственно, точность поражения цели, то есть насколько точно, насколько аккуратно наши частички будут принимать форму нашей сферы. Я думаю, что это значение мы можем поднять до 100%. И последнее Speed Mode, сейчас у нас стоит Use Particle Speed, то есть режим скорости, насколько быстро наши частички примут форму нашей сферы, зависит, собственно, от заданной скорости частиц. Ну, на данный момент мы, в принципе, настроили тот минимум, который был нам необходим, поэтому давайте вернемся в нулевой фрейм и посмотрим, что у нас все-таки получилось. Ага, мы видим, что частицы у нас уже пошли в нужном направлении, но, 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 нам просто не хватает фреймов, чтобы увидеть всю анимацию. Поэтому, давайте перейдем сначала в Edit Project Settings и выставим фреймрейт нашего проекта. Вообще, стандартный фреймрейт видео это 24-25 кадров в секунду, но, опять же, здесь ради экономии скорости и ради экономии времени я поставлю немножко меньше фреймрейт. Это будет 15 кадров в секунду. Вот, и давайте пока выставим здесь значение в 400 фреймов. Растянем наш таймлайн немножко. В будущем мы всегда можем подрегулировать длительность нашей анимации. Давайте посмотрим, что у нас получается теперь. Теперь, я думаю, по сути, у нас должно длительности нашей анимации хватить. Да, мы видим, что наши частички как бы облепляют нашу сферу, но, во-первых, пока они почему-то это делают только с одной стороны. И, 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 и анимация происходит на данный момент, как мне кажется, слишком медленно. Нам надо ее чуть-чуть ускорить. Давайте немножко, во-первых, подвинем камеру, чтобы мы могли видеть, как наши частицы сталкиваются с полом. Да, вот так вот лучше. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Самое главное правило, которое необходимо помнить при использовании системы Questions and Actions. Мы не изменяем настройки нашего модификатора напрямую, поскольку у нас стоит режим Action Controlled. То есть, наш модификатор управляется каким-то определенным действием, экшеном. Поэтому все настройки нашего модификатора мы изменяем в соответствующем экшене. Поэтому переходим в наш экшен 1. И давайте посмотрим, что, собственно, здесь мы можем поменять и как мы можем немножко ускорить эту анимацию. Давайте еще раз посмотрим. Так, не забываем, что у нас фреймрейт стоит 15 фреймов в секунду. То есть, вот здесь вот на линейке у нас 15 кадров равно 1 секунде. Ну, давайте сделаем так, чтобы за 3 секунды наш вот этот вот поток частиц достигал нашей сферы. Как мы можем это сделать? В переключатель Speed Mode мы переключаем режим Is Use Particles Speed в Set Frames to Reach Target. То есть, в переводе указать количество кадров для достижения цели. Здесь у нас стоит 90. 90 нам не надо, поскольку мы говорили, что наши частицы должны достигнуть цели за 3 секунды. При фреймрейте 15 кадров в секунду, соответственно, получается 45 кадров. Давайте поставим и посмотрим, что у нас получится. Вот наши частицы. Пошли, 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 пошли. Собственно, никаких особенных изменений мы не видим. Почему? Почему так происходит? Потому что вот этот вот счетчик 45 фреймов означает не то, что наши частицы должны достигнуть сферу за 45 кадров от начала анимации, от нулевого кадра. А он ведет свой отсчет от столкновения. То есть, после того, как столкновение произошло, каждая частица должна за 45 секунд успеть достигнуть своей цели, достигнуть сферы. Итак, но если мы посмотрим на наш эмиттер, который выпускает частицы, то мы заметим, что этот поток частиц у нас на данный момент бесконечный. Что, в принципе, замедлит просчет, замедлит нашу анимацию, поэтому давайте мы его ограничим для начала каким-то количеством частиц. Зайдем в эмиттер и посмотрим, что мы можем изменить в его настройках. Заходим во вкладочку Emission и смотрим. Мы можем изменить скорость, что нам, в принципе, пока не надо. Радиус частиц тоже не надо. Массу мы тоже оставляем. Birth Rate. То есть, количество рождаемых частиц в секунду. У нас стоит 1000. Давайте пока оставим это значение так, как оно есть. И посмотрим, как мы можем ограничить количество испускаемых частиц нашим эмиттером. У нас есть такой флажок Emit All Frames. То есть, если он включен, то, соответственно, будет включена настройка. Испускание частиц все время анимации. То есть, каждый фрейм анимации будут выпускаться какие-то новые частицы. Нам это не надо, поэтому мы этот флажок снимаем. И у нас разблокируются поля, где мы можем конкретно указать, в каком моменте анимации нам нужно начинать запуск частиц и в каком его заканчивать. Давайте ограничим, опять же, этот момент двумя секундами. То есть, с нуля у нас 15 кадров в секунду FPS. Частота кадров, то есть, получается, с нуля до 30 кадров. Наши частицы будут выпускаться эмиттером. Давайте посмотрим, действует ли эта настройка. Да, настройка действует. И после, соответственно, после 30 кадров в течение еще 45 фреймов, то есть до 75 кадров, наши частицы должны достигнуть нашей сферы. Но, опять же, не все частицы достигают сферы к этому времени. Почему это происходит? Потому что счетчик ведет свой отсчет от момента столкновения конкретной частицы с полом. А момент столкновения последней частицы с полом, это, соответственно, не 30 кадр. И если мы промотаем анимацию, как вы видите, даже не с 45, а гораздо позже это происходит. Поэтому у нас наши частицы накладываются на сферу только где-то к 100-110 кадру. Ладно, пока нас такая анимация, в принципе, вполне устроит. Единственное, что поток частиц для нашей сферы пока довольно маленький, поэтому мы можем его немножко увеличить. Давайте birth rate рождения поставим не 1000, а 2000 увеличим в два раза и посмотрим, что у нас получилось. Да, поток стал гораздо... поток частиц стал гораздо более плотный. Но если мы повернем камеру, как вы видите, он занимает только пол поверхности нашей сферы. А нам нужно, чтобы сфера вся окутывалась нашими частицами. Итак, как это, собственно, исправить? Происходит это, скорее всего, из-за того, что у нас в настройках... Давайте перейдем в настройки опять нашего экшена. В настройке модификатора Cover Target у нас в режиме Operation, вернее, в списке Operation, стоит Visible Polyglons. И почему-то Cinema считает, что мы видим только вот эту вот часть сферы. Ну, давайте попробуем переставить на All Polyglons, пускай наши частицы покрывают все полигоны нашей сферы. Давайте проверим, что на данный момент у нас получается. Получится ли? Получается. То есть, вот теперь мы видим, что наши частицы, они находятся со всех сторон нашей сферы. Они покрывают ее полностью. Чем мы еще можем поиграться в этих настройках? Если мы опустимся чуть ниже, мы увидим, что здесь есть такой параметр, как Tolerance. Сейчас выставлено значение 10 сантиметров. Давайте уберем его на ноль и посмотрим, что это изменит в нашей анимации частиц. Итак, мы видим, что частицы не сразу приобретают форму нашей сферы. А сначала они движутся более свободно, они заполняют ее половину, а после чего уже начинают растекаться по нашей геометрии, по мыши нашей сферы. Давайте пока вернем значение Tolerance на 10 сантиметров. После мы настроим его так, как нам будет необходимо. Итак, все в принципе прекрасно, все нормально, наши частицы двигаются, все ложатся на нашу сферу правильно, наши модификаторы, наш Question и наш Action действуют. Но если мы сейчас нажмем на Render, то мы, соответственно, не увидим ничего, кроме сферы, которая нам на данный момент как раз таки не нужна. И нету ни наших частиц, ни нашего эмиттера, ничего. Так что нам, собственно, сделать, как начинать придавать нашей сцене какой-то законченный вид. Для того, чтобы наши частицы могли симулировать поток какой-то жидкости, чтобы они вообще могли симулировать какую-то непрерывную геометрию, нам нужен генератор. В списке генераторов у нас пока пусто, ничего нету, поэтому мы переходим в самую верхнюю иерархию объекта System и в списке Generator Objects выбираем Skinner. Про Skinner я уже рассказывал в прошлом уроке, который также касался создания жидкости, текущей жидкости с помощью X-Particles. В этом уроке мы им также воспользуемся. Он позволяет оборачивать наш поток частиц практически непрерывной геометрией, то есть генерировать непрерывный меш из потока частиц. Хотя это, конечно, дело тоже все настраиваемое. Давайте, вот мы сейчас его только назначили, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вау, получилась вот такая вот просто на самом деле редкостная жуть. Какой-то непонятный вообще дикий поток полигонов из ниоткуда, то есть, естественно, это дело нам надо настраивать. И самое первое, что мы будем настраивать, я думаю, мы выставим Surface, не Hard, а выставим здесь значение Blobby's. Блин. То есть, это немножко изменит структуру самой нашей геометрии и немножко изменит структуру полигонов. Они будут не такие прерывистые, они будут более связанные друг с другом. Surface Level, давайте сразу посмотрим, что это значение нам даст. Давайте остановим анимацию, допустим, в этом кадре. Surface Level у нас отвечает за непрерывность нашей геометрии. Давайте для этого урока, для этого примера выставим его тоже на 100%. Ну, то, что мы пока тоже получили, это, конечно, жуть. Почему так происходит? Потому что размер полигона у нас стоит на самом деле громадный 10 сантиметров. Это очень много. Давайте уберем его до 2 сантиметров. Вернемся назад. И посмотрим, что у нас получается. Ну да, так вроде бы стало немного лучше. Хотя пока наша жидкость тоже выглядит довольно огромной. И если мы сейчас попытаемся отрендерить наше изображение, мы увидим, что на рендере она, в принципе, выглядит точно так же. Не очень красиво. Так, поскольку у меня уже машина начинает немножко подтормаживать, давайте я сохранюсь на всякий случай, чтобы вернуться к тому же месту, на котором мы с вами закончили. И чтобы нам избежать таких вот тормозов во фьюпорте, при работе с генератором Skinner, мы можем сделать очень просто. Мы можем поставить в настройках генератора Skinner во вкладке Object флажок Render Only. Если мы теперь нажмем на Play, мы ничего не увидим, кроме нашего потока частиц. Но при рендере... Сейчас машина просчитает геометрию с формированными частицами, просчитает меш. При рендере, как вы сейчас увидите, мы увидим геометрию, которая образована нашими частицами. То есть это довольно удобно. Во фьюпорте мы можем работать просто с потоком частиц, а уже на рендере видеть, соответственно, картинку, которая у нас будет получаться. Позволяет экономить время и машинные ресурсы. Собственно, почему у нас все-таки поток нашей жидкости получается такой огромный? Давайте еще раз перейдем во вкладочку Remitter и посмотрим, что здесь мы можем настроить. Здесь у нас есть такая настройка, как Radius. Это радиус каждой нашей частицы. То есть он задает объем, какой наша частица будет занимать при рендеринге. Потому что в фьюпорте мы их все равно видим мелкими точками. Здесь сейчас у нас стоит, в принципе, тоже очень огромный радиус 5 сантиметров. То есть 5-сантиметровую каплю, я думаю, никто в реальной жизни не видел. Если мы сейчас выставим размер меньше сантиметра, допустим, 0.2 или 0.5, это очень сильно затормозит в будущем просчет нашей анимации, наш рендеринг. Поэтому давайте будем придерживаться каких-то средних значений. И для начала давайте просто попробуем выставить радиус нашей частицы на 1 сантиметр. Давайте еще раз запустим нашу анимацию. Пускай она пройдет вот так вот. И посмотрим, чем наш теперешний мэш будет отличаться от предыдущего. То есть повлияют ли как-то настройки нашего эмиттера на нашу геометрию, на наш скинер. Да, мы видим, что настройки немножко повлияли. Наш скинер стал чуть-чуть более мелким. Но, тем не менее, пока на реальный поток воды это все-таки не очень похоже. Поэтому давайте еще раз перейдем в его настройки и посмотрим, что еще мы можем здесь изменить. В настройке Polygon Size, где мы выставляли 2 сантиметра, у нас есть еще значение Render Polygon Size. То есть Xparticles разделяет ту геометрию, которую мы будем видеть во Viewport, и ту геометрию, которую мы будем видеть при рендеринге. Для чего это сделано? Для того, чтобы ускорить, просто ускорить скорость работы Viewport. Потому как, если вы здесь выставите значение, допустим, 0,5 сантиметра или 1 сантиметр, то, соответственно, ваш Viewport, если вы снимете галочку Render Only, начнет очень сильно тормозить. Поэтому, если здесь вы можете работать с более крупным размером полигонов, при рендеринге вы можете его, соответственно, уменьшать. Поэтому нам такие огромные полигоны на рендеринге тоже не нужны. Давайте уменьшим его тоже до 1 сантиметра, пускай он будет равен практически радиусу наших частиц. И еще раз нажмем просчет. Посмотрим, что у нас теперь получилось и как это повлияло на размер нашего мэша, нашей геометрии. Ждем, пока машина просчитает, собственно, нашу геометрию в зависимости от положения частиц. Кстати, при рендеринге непосредственно анимации, вот этот вот просчет геометрии занимает основное время не столько рендеринг самой картинки, сколько именно подготовка каждого кадра и просчет мэша, просчет геометрии нашего скинера. Так как вы видите, вот уже машина у меня 40 секунд просто считает мэш, пока еще не приступая к рендерингу изображениям. Так, наш просчет наконец-то подошел к концу. 2 минуты 46 секунд программа считала только этот мэш. То есть, если даже у нас будет идти анимация по 15 кадров в секунду, вы сами можете представить, сколько времени займет только просчет геометрии. Но то, что мы теперь видим, уже выглядит гораздо более красиво и гораздо более реалистично. Тем не менее, давайте как-то постараемся подобрать такие значения, чтобы немножко ускорить процесс нашего рендеринга. Давайте попробуем еще раз вернуться в наш эмиттер, в настройки нашего эмиттера. И выставим здесь радиус 2 сантиметра. Хотя нет, давайте пока здесь попробуем оставить 1. А вот в настройках нашего генератора Skinner мы попробуем выставить размер полигона 2 сантиметра. И, 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 и. Давайте попробуем все-таки сократить чуть-чуть количество частиц, которые у нас генерируются нашим эмиттером. Сейчас у нас стоит 2000, давайте попробуем поставить полторы. Пускай будет так. Еще раз запустим нашу анимацию. Посмотрим, насколько плотно наши частицы облегают сферу. В принципе, я думаю, этого количества будет достаточно. Теперь давайте посмотрим, как это будет влиять на нашу скорость, насколько нам удалось оптимизировать наш рабочий процесс. Потому что, на самом деле, все эти настройки, они довольно относительные и зависят конкретно от мощности каждой машины. То есть, какая-то машина может справиться и с более плотным потоком, и с меньшим размером полигонов какая-то нет. Тем более, если у вас машин несколько, вы используете TeamRender, и у вас есть такая домашняя, офисная, какая угодно рендер-ферма, то, соответственно, вопрос оптимизации у вас не будет стоять так остро, как, например, на домашнем ноутбуке или домашнем компьютере. Ну, пока мы смотрим, что уже 35 секунд считается наш статичный кадр, наш мэш. Ну, предлагаю все-таки, опять же, не дожидаться окончания и вернуться к уроку после окончания просчета, хотя, собственно, вот уже какой-то результат мы на экране видим, вот мы его получили. Выглядит это, конечно, не супер, не очень красиво. Поэтому продолжим настраивать наш мэш, но, 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 но размер полигонов мы пока оставим такой же. Переходим еще раз во вкладочку Skinner и смотрим, какие еще настройки нам могут быть здесь доступны. Так, чтобы все это дело у нас не так сильно тормозило, давайте все-таки выставим здесь полигон сайс немножко побольше. Давайте попробуем поставить 3 сантиметра. Посмотрим, как это влияет на нашу картинку. Итак, что у нас есть здесь в настройках? Во-первых, это настройка Speed Stretch. То есть это растягивание нашего мыша в зависимости от скорости наших частиц. Чем-то это напоминает жидкость, капли жидкости, так как они деформируются в зависимости от скорости и в зависимости от силы притяжения. При этом они имеют такую продолговатую форму. То же самое касается нашего мыши и мы можем в настройках поменять значение Speed Stretch, поставить его немножко больше. Например, давайте выставим его на 50% и посмотрим, что это, собственно, изменит. Теперь мы видим, как наша жидкость начинает проникать и вроде как немножко обволакивать нашу сферу. Но, тем не менее, скорость работы вьюпорта, ну, у меня, например, оставляет желать лучшего, поэтому мы можем сделать для оптимизации работы во вьюпорте еще один такой фокус. Это зайти во вкладочку, вернее, перейти в наш эмиттер и зайти во вкладку Display, отображение. Где мы можем поменять отображение наших частиц, то есть, допустим, отображать не все частицы, а только 50%. То есть, из 1500 у нас только 750 частиц будут отображаться в нашем вьюпорте. После чего опять перейдем в наш скейнер. Еще немножко увеличим Polygon Size. Получается, пока наша жидкость получается в форме вот такой вот какой-то непонятной колбасы, и поэтому все-таки, все-таки, все-таки я предлагаю немножко уменьшить Surface Level, например, процентов до 70. Да, и теперь мы видим гораздо что-то более похожее на жидкость с какими-то неровностями, с какими-то каплями по бокам. Но, 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 если мы сейчас просчитаем то, что у нас на экране, мы увидим совершенно не то, что ожидалось. Мы увидим, что наша жидкость будет разорвана, и она будет состоять, да, вот видите, как бы из такой кучи, 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 кучи мелких капель. Почему это происходит? Потому что, опять же, Polygon Size, который у нас отображается во вьюпорте, и Render Polygon Size, который у нас стоит для рендеринга, это разные вещи. Поэтому давайте мы их пока на данный момент выровним, поставим по 4 сантиметра, и тогда, соответственно, мы будем видеть одинаковую картинку, что при рендеринге, что во вьюпорте нашей анимации. Давайте посмотрим, сейчас я снял флажок Render Only, давайте посмотрим, как наша жидкость будет выглядеть в самом начале нашей анимации. Ну, мне кажется, выглядит она более-менее неплохо, по крайней мере, для не сильно мощной машины, для машины средней мощности это вполне, вполне себе ничего. Ну что, наша жидкость потекла, она принимает форму нашей сферы, давайте теперь вот этому вот, прошу прощения, серому, всему вот этому умилому моделингу, этой умилой сцене, придадим все-таки какой-то цвет, свет и прозрачность. Сделаем мы это элементарно, два раза кликаем в области наших материалов, создаем материал, который будет у нас использоваться в качестве нашего фона для нашей студии, давайте сделаем его чуть-чуть, может более, совсем чуть-чуть более светлым. Вот он у нас будет такой, и давайте, наверное, сделаем его матовым, поэтому Specular мы пока выключим. Свернем пока нашу систему, наша студия открыта, и назначаем этот материал нашему бэкграунду, и назначаем этот материал нашему батору, нашему полу. Заодно давайте немножко мы увеличим до 2000, прошу прощения, это не по ширине, почему-то у нас здесь ширина считается за высоту. До 2000 увеличим наш задний плейн, и точно так же увеличим наш передний плейн, чтобы поле зрения нашей камеры не выезжало за пределы нашей такой импровизированной студии. Так, собственно, что нам еще необходимо сделать? Когда наша вода, наша жидкость, что угодно, какая-то вот эта вот каплевидная субстанция будет обтекать в нашу сферу, нам будет неинтересно видеть, что она притягивается именно к сфере. Потому что если мы посмотрим наш референс, мы увидим, что изначально в сцене у нас никаких объектов, собственно, нет. Поэтому мы нашу сферу просто скрываем от рендера, мы не назначаем на нее никаких материалов, она просто объект, который задает конечную форму нашим каплям. И, собственно, нам нужна вода. Создать воду очень просто, я это уже показывал во многих уроках у меня, почему-то все последние уроки так или иначе как-то касаются темы жидкостей. Итак, Color мы, собственно, оставляем. Точно так же оставляем прозрачность. Ставим Reflection 1.5. Absorption Color можем поменять на что-то такое более голубоватое. Вуаля, мы уже получили какую-то воду, самый какой-то простейший материал воды. И теперь мы применяем его к нашему объекту Skinner. Вот мы видим, что у нас получилось. Но, 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 но я думаю, что если мы сейчас нажмем на рендеринг, пока что мы увидим не самый лучший результат. Во-первых, мы снова видим нашу сферу. Во-вторых, мы видим, что вместо воды у нас просто какая-то каша. Почему это происходит? Потому что на данный момент у нас в сцене А нет освещения. И второе В мы скрыли сферу из вьюпорта, но мы не скрыли ее от рендеринга. За что отвечает у нас вот этот вот второй флажок, второй вот этот вот кружочек. Кстати говоря, во вьюпорте мы как раз таки можем сферу оставить, чтобы приблизительно видеть, куда будут стремиться наши частицы. И давайте выставим какой-то простейший свет. Во-первых, давайте выставим камеру. Пока она у нас будет смотреть именно в этом направлении, поэтому давайте присвоим ей вот это вот положение щелчком на вот этой иконке. И чтобы мы случайно нашу камеру не сдвинули с места, мы присвоим ей тег протекшн. Все, после того, как у нас камере присвоим тег протекшн, мы не можем ей управлять, не поворачивать, не двигать, пока мы не перейдем в нашу обычную рабочую камеру. Давайте выставим теперь какой-то простейший свет. Вот он у нас здесь создался. Один источник света мы создадим в этой стороне. И копируем его, и создадим второй источник света. Наверное, где-то здесь, да? Но только сделаем его немножко пониженной яркости. Пускай может где-то 45% он у нас, ну, чуть-чуть побольше, 50% он у нас освещает сцену. Переключим наши источники света в режим мягких теней. Ставим Shadow Maps. Софт. И можем эти источники света перетянуть в нашу студию, поскольку они, собственно, к нашей студии и относятся. Давайте вернемся к нашей камере. Посмотрим, как освещение повлияло на нашу сцену. Ну да, теперь мы видим что-то такое более правдоподобное. Давайте еще немножко, наверное, поиграем с материалом воды. Мы можем немножко изменить цвет, собственно, нашей прозрачности. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть у нас на деле. На деле это выглядит ужасно, поэтому оставляем здесь белый цвет. А вот Color мы, наверное, чуть-чуть поменяем. Ну, опять же, в зависимости от освещения. Сейчас, поскольку у нас выставлено два источника света, которые не имеют никакого освещения, наша жидкость имеет только такой легкий-легкий-легкий голубоватый оттенок. Тем не менее, давайте посмотрим теперь, что у нас получилось. Как наша жидкость обволакивает нашу сферу. Для этого мы сейчас в объекте Skinner выставим флажок Render Only. Вернемся в начало нашей анимации. И давайте подождем, пока наши частицы полностью закроют всю нашу сферу. А теперь посмотрим, что же у нас получается. Вуаля! Мы получили сферу, состоящую из нашей жидкости. В этой части урока в продолжении мы рассмотрим, как заставить наши частицы принимать форму следующего объекта. Что нам для этого необходимо в первую очередь? В первую очередь нам для этого необходимо добавить в нашу сцену еще один объект. Давайте это будет какой-то простейший объект куб. Перейдем в режим свободной камеры. Поднимем его и сделаем немножко поменьше. Давайте, пускай у нас будет приблизительно равен нашей сфере. Можем даже сделать его еще меньше. Давайте сделаем его 60 сантиметров. Ну или 70 сантиметров, иначе он у нас получается какой-то слишком уж маленький. Примерно так. И выставим его на одной параллели с нашей сферой. Не будем его очень, очень далеко от нашей сферы относить. Как-то приблизительно вот так вот. Конечно, это удобней на самом деле делать пользуясь тремя проекциями, но у меня как-то так получается быстрее. Итак, вот наш куб готов. Как теперь заставить наши частицы перетекать к нашему кубу? Во-первых, нам необходимо, чтобы спустя какое-то время наши частицы покидали сферу. То есть, чтобы они не задерживались на ней слишком долго. Что нам для этого нужно? Для этого в нашей системе Questions and Actions нам надо добавить еще один вопрос и действие. Для этого мы переходим в System. Щелкаем по кнопочке Add Question Setup. И у нас появляется Question and Action. Сразу их переновываем по порядку. Это будет вопрос 2 и действие 2. И в этом вопросе что мы, собственно, будем сравнивать? Мы будем сравнивать нашу текущую позицию анимации, наш текущий кадр в анимации. Давайте еще раз ее запустим. Посмотрим, когда наши частицы двигаются к сфере. Итак, мы видим, что вот у нас идет анимация. Примерно на сотом кадре все наши частицы уже на сфере. Поэтому давайте после 120 кадра они будут эту сферу покидать. Для этого в параметре To Test мы выбираем самую верхнюю опцию Current Frame. И здесь у нас есть такой список условий Is Greater Than, то есть текущий фрейм больше чем, или Equal, равен. Мы оставим Is Greater Than, то есть если наш текущий кадр больше 120, пишем здесь значение в поле Flame 120, то, соответственно, наши частицы должны покидать сферу. Для того, чтобы наши частицы покинули сферу, на них должен перестать действовать модификатор Cover Target. Это мы и указываем в нашем втором экшене. Здесь, соответственно, тоже выставляем в настройках контролирование модификатора Cover Target, Control Cover Target Modifier. Переносим его в поле Cover Target Modifier, то есть указываем конкретно X Particles, какой модификатор мы будем контролировать. И здесь в переключателе Effect On Particles мы просто ставим значение, что после 120 кадра наш модификатор Will Not Effect Particles, то есть он перестает действовать на наши частицы. Давайте сохраним нашу сцену и давайте сейчас посмотрим, что у нас, собственно, получилось и будет ли такая установка действовать так, как нам нужно. Так вот, 120 кадр, и наши частицы разлетелись куда угодно. Почему так происходит? Почему наши частицы не падают вниз? Дело в том, что для того, чтобы наши частицы падали сюда вниз, падали на Землю, нам необходимо указать X Particles, что на частицы действует сила гравитации. Но гравитации у нас пока в нашей системе нету вообще. Поэтому давайте мы ее добавим, опять переходим в верхнюю иерархию во вкладку System. И в списке модификаторов мы выбираем Gravity. Вот она у нас, собственно, появилась. Давайте пока попробуем выставить ее Independent, то есть она у нас будет действовать всегда, независимо от Question and Action. И посмотрим, что у нас, собственно, получится. Gravity Strength, который здесь стоит по умолчанию 10 сантиметров, почему-то в Cinema 4D гравитация выражается в сантиметрах, мы трогать не будем. Еще раз перемотаем на начало нашей анимации, и давайте посмотрим. Теперь поток частиц наш под действием анимации двигается немножко быстрее. Итак, вот наша сфера, и вот наши частицы упали вниз. Давайте посмотрим еще раз, как это происходит. Да, вот они под силой гравитации рассыпались. Давайте пока для того, чтобы лучше видеть, что у нас происходит, удалим из нашей студии текстуру. Поскольку на сером фоне, пока мы работаем во вьюпорте, нам будет лучше видно наши частицы. Еще раз запускаем анимацию. Смотрим. Вуаля! Частицы рассыпались. Но они ударяются по нашу землю слишком сильно, и слишком сильно от нее отскакивают. Поэтому давайте попробуем это как-то исправить. Давайте попробуем немножко уменьшить гравити страницу. И посмотрим, что у нас получится теперь. Теперь наши частицы двигаются уже не так быстро. Но, тем не менее, все-таки пока это еще не тот результат, который нам нужен. Поэтому мы зайдем в наш текст коллайдер и изменим значение столкновения наших частиц. Во-первых, мы уменьшим значение bounce, которое отвечает за отталкивание частиц от поверхности после столкновения. Оно у нас стоит 40%. Давайте поставим значение 10% и значение friction. Это трение мы тоже немножко увеличим. Давайте увеличим его до 30% и посмотрим, что у нас теперь получилось. Вот наши частицы достигли цели. Сейчас они начнут падать. И вот это уже гораздо более лучший вариант. Теперь мы, в принципе, добились чего хотели. Единственное, что мы можем перейти опять в настройку модификатора gravity и gravity strain увеличить опять до 10 сантиметров, чтобы сила гравитации воздействовала на наши частицы немножко больше. Замечательно. Но поскольку теперь наши частицы находятся под воздействием силы гравитации, они падают вниз чуть-чуть быстрее и, соответственно, немножко быстрее достигают цели. То есть мы видим, что где-то к 95-му фрейму все частицы у нас уже находятся на нашей сфере. Поэтому давайте они будут задерживаться на сфере ровно одну секунду, после чего падать вниз. Поэтому мы переходим в наш question 2. И там, где у нас стояло задано значение 120 фреймов, мы приставляем значение 110 фреймов. Поскольку при нашем фреймрейте в 15 fps у нас одна секунда равна 15 кадрам. Смотрим. Да, они секунду держатся и падают вниз. Все верно, все прекрасно. Давайте сохранимся. И давайте посмотрим, как выглядит промежуточное состояние наших частиц. То есть сейчас мы просто зарендерим наш поток воды. Мне кажется, выглядит просто супер, просто классно. И действительно мы имеем что-то правдоподобное. Теперь что нам необходимо сделать? После того, как наши частицы ударились второй раз о нашу Землю, нам необходимо, чтобы они стали притягиваться к нашему кубу, принимать форму куба. Но если мы в нашей системе question and action, еще раз, как мы делали это в первом вопросе, укажем particle collided, то наши частицы начнут притягиваться к сфере и к кубу одновременно, поскольку столкновение у частицы может происходить один раз за всю ее жизнь. Если она уже один раз столкнулась с каким-то объектом, то значение particle collided принимает значение труб. То есть после этого использовать этот параметр к тесту мы не можем. Соответственно, что нам надо сделать? Давайте добавим в нашу сцену еще один вопрос. Опять же, для этого переходим во вкладочку system, нажимаем add question setup. Прекрасно, у нас появился третий вопрос и третий action. Давайте переименуем. Question 3 and action 3. И здесь точно так же, как во втором вопросе, мы просто будем сравнивать current frame с текущим. Так как здесь мы уже приблизительно знаем, в каком порядке и исходя из какого фрейма должна происходить наша анимация. Давайте еще раз посмотрим, приблизительно рассчитаем, в какой момент наши частицы должны притягиваться. Вот они упали. Итак, мы видим, что падение наших частиц, наш фрейм сейчас стоит на значении 137, то есть частицы окончательно падают на наш пол, приблизительно к 137 фрейму. Давайте где-то со 140 мы начнем притягивать наши частицы к нашему кубу. Итак, соответственно, в question 3 мы тоже выставляем параметр для сравнивания, параметр для теста current frame, и здесь выставляем значение 140. Mode режим мы оставляем из greater than, то есть если наши частицы, если, вернее, значение текущего кадра у нас больше 140, то наши частицы начинают притягиваться к нашему кубу. Итак, как мы их, соответственно, начнем притягивать? Если мы попытаемся изменить настройки уже существующего модификатора Cover Target, мы получим просто полную ахинею, потому что в предыдущем нашем вопросе мы его уже отключили, поэтому мы его использовать не будем, но ничто не мешает нам создать еще один такой модификатор. Переходим в System, Modifiers, выбираем еще один Cover Target. Давайте, чтобы не путаться, сразу его переименуем. Это будет у нас модификатор Cover Target 2. И точно так же, как в настройке прошлого модификатора, нам нужно поставить ему значение не Independent, а Action Controlled. Но у нас пока здесь все значения, практически все настройки заблокированы. Почему это происходит? Потому что у нас не указан Target or Object. Поскольку для этого модификатора у нас целевым объектом будет куб, то мы его, соответственно, сюда и перетягиваем. После чего мы можем выставить значение Action Controlled и галочку Enabled, как и в прошлом случае, мы убираем. То есть по умолчанию с начала анимации у нас этот модификатор выключен и он вступит в действие только тогда, когда мы ему об этом скажем. Теперь перейдем к его настройкам в нашем третьем экшене. Щелкаем по нашему объекту Action Tree и в списке модификаторов, которые мы можем контролировать, указываем, что мы будем контролировать опять модификатор Cover Target. Указываем, какой именно это будет модификатор. Это наш Cover Target 2. Перетягиваем его в соответствующее поле. Указываем, что его настройки будут модифицировать наши частицы, то есть они будут влиять на наши частицы. Указываем изменения настроек, включаем галочку Change Modifier Settings. И теперь, что мы должны еще раз указать уже в этих настройках нашему модификатору, это еще раз указать ему целевой объект, к которому будут притягиваться наши частицы. Опять перетягиваем сюда куб в поле Target Object, в поле Целевой Объект. И проверяем, чтобы галочка на Apple Modifier у нас стояла включенной, так как она в этот момент включит наш модификатор. Сразу меняем значение Accuteness of Turn, то есть аккуратность достижения цели нашими частицами. и UseParticleSpeed, как и в прошлом примере, в прошлом модификаторе, мы изменяем на SetFrames to each target, то есть мы опять зададим какое-то количество фреймов, за которые наши частицы достигнут цели. Давайте, у нас тоже будет 45 фреймов, 3 секунды. Значение Operation мы изменять не будем, пускай остается All Polygons, Tolerance 10 сантиметров, ну и давайте посмотрим, соответственно, получилось у нас что-нибудь для затеи или нет. Итак, мы видим, как наши частицы начинают падать, вот они начинают обволакивать нашу сферу, вот они падают вниз, и вот они двигаются к нашему кубу, и открываем наш куб. Давайте попробуем просчитать нашу сцену, посмотрим, что у нас получилось. Получилось, в принципе, довольно неплохо, только перед просчетом нам нужно было в рендере отключить наш куб, точно так же, как в свое время мы отключали сферу. Давайте нажмем на просчет еще раз. Смотрим, что мы получили. Валя, по-моему, прекрасно. Наши частицы сначала принимают форму сферы, после чего они в свободном падении под действием силы гравитации двигаются вниз, после чего они опять в процессе морфинга принимают форму нашего куба. Прекрасно. Последнее, что нам осталось сделать в этом уроке, это, собственно, отпустить наши частицы в свободном падении. Что мы сейчас и сделаем. Для этого нам нужен последний вопрос-ответ, вопрос-действие. Опять переходим в верхнюю иерархию, в систему. Опять нажимаем кнопочку Add Question Setup. Этим самым мы добавляем еще один question, еще один action. Переименовываем. Это будет наш последний четвертый вопрос и наше последнее четвертое действие. И точно так же, как мы делали во втором действии, мы выключали действие модификатора на частицы. То же самое мы делаем в этом вопросе, в этом действии. То есть давайте немножко просчитаем, после какого фрейма нам нужно будет выключать наш модификатор. Давайте посмотрим еще раз на нашу анимацию. Итак, мы сейчас видим сферу. Мы видим, что сейчас наши частицы, собственно, покидают нашу сферу, но часть наших частиц остается здесь, и наши частицы дальше никуда не двигаются. Почему это происходит? Потому что мы добавили вопрос и действие, и по умолчанию здесь стоят некорректные значения. Давайте пока просто выключим question 4 и action 4, чтобы мы могли посмотреть, на каком именно фрейме нам можно отпускать наши частицы с нашего куба. Так вот, теперь мы видим, что у нас все нормально. Наши частицы летят в кубу и принимают его форму. И я думаю, что после 205-го кадра мы наши частицы можем отпускать. Поэтому включаем обратно наши модификаторы. И в question 4 мы меняем particle age на current frame. Соответственно, значение mode is great at end, то есть больше, чем 205-й фрейм. Соответственно, если у нас значение нашего текущего фрейма больше, чем 205, то у нас выполняется четвертое действие. В четвертом действии мы опять управляем нашим модификатором cover target modifier. Это у нас cover target 2, потому что именно он отвечал за привлечение частиц к нашему кубу. И здесь мы точно так же, как во втором, если у меня память не изменяет вопросе, точно так же мы говорим нашему модификатору, что он перестает действовать на наши частицы. Modifier will not affect a particle. Перематываем анимацию на начало и смотрим, все ли правильно у нас получилось и не допустили ли мы где-то каких-то ошибок. Смотрим, как наши частицы принимают форму сферы. Вот они падают вниз. Вот они начинают перемещаться к нашему кубу, принимают форму нашего куба. Замечательно. И падают вниз. Все, анимация готова. Все прекрасно работает. Все нормально. Давайте еще раз мы сейчас вернемся к нашей студии. Еще раз назначим материалы на наш background и на наш bottom. Еще раз запустим нашу анимацию. Частиц и посмотрим, как это выглядит. Так вот, они начинают принимать форму сферы. Давайте нажмем на рендеринг просчет, посмотрим, что у нас получается. Да, 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 да. Вот такой вот у нас остается у наших частиц хвост. Они летят к сфере, принимают форму сферы. Запускаем еще раз. Вот они приняли форму нашей сферы. Нажимаем на просчет, смотрим, что получилось. Да, прекрасно, наша сфера готова. Продолжаем проигрывать анимацию дальше. Вот они падают. Давайте еще раз просчитаем, чтобы видеть хотя бы по этапам, что у нас получается. Да, видим такую лужу на нашем объекте bottom. Вот они двигаются к нашему кубу, уже начинают принимать его форму. Ну, вот он практически, практически готовый наш куб. И смотрим, вот они падают вниз. Давайте еще раз просчитаем. Да, вот мы видим, как наши частицы падают на наш пол и начинают, жидкость начинает растекаться, соответственно, от удара по нашему полу. Ну, вот, в принципе, на этом и все, что я хотел показать в этом уроке. Я хотел показать, как с помощью системы X-Particles делать морфинг. Конечно, в этом уроке мы сделали это с помощью простейших примитивов, сферы и кубы. И куба, на самом деле, вы можете использовать использовать в качестве объектов для трактора все, что угодно. Но, 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 здесь есть одно но. Давайте я еще в начале урока это обещал вам показать. Давайте все-таки покажу. Давайте мы зайдем в Content Browser и возьмем какой-нибудь любой маломальский сложный объект. Например, вот это Bowling Pin. Это кегля для боулинга. Мы видим, что этот объект представляет из себя группу различных объектов. Это крышка, это сплайн, то есть форма этого, форма этой кегли сделана с помощью объекта HyperNurbs, с помощью LatteNurbs, с помощью оборачивания сплайна. Если мы этот Bowling Pin назначим в качестве объекта к CoverTarget, то наша анимация может повести себя некорректно, потому что этот объект состоит из каких-то сложных сочленений, из сложных частей. Поэтому проще привести его в какой-то сначала единый вид, то есть некоторые объекты сделать редактируемыми, после чего их сложить между собой, то есть выделить, кликнуть по Object и щелкнуть Connect Object плюс Delete, после чего мы получим один объект, который мы можем вынести из иерархии, удалить нулевую группу, и теперь с этим объектом мы можем работать точно так же, как мы работаем с простейшими примитивами. То есть старайтесь при использовании вот этой вот техники делать из любых сложных объектов какие-то простые полигональные фигуры. Ну вот, собственно, на этом и все. Скоро нас ждет курс по динамике, по базовой и по не очень базовой динамике в Cinema 4D, поэтому, думаю, скоро мы снова увидимся. Следите за обновлениями, подписывайтесь на канал, заходите на сайт. Всего доброго и до следующих встреч в следующих уроках.